доброе утро ребята 9 утра понедельник я сегодня проснулась в 6 хормить аришу 630 я поняла что поэтому где-то 630 я начала работать на телефоне 7 15 стала приняла душ собрала душеру еду с собой будила артемия собрала артемия садик я правилом конечно такой мама не хочу в сад но мы с ним единственное договорились что он сегодня в бассейн не пойдет он сказал я не хочу а я решила что зачем его вообще вообще вчера собирала в бассейн если у него но у него же аденоида и короче у него нос до сих пор не дышит он не болеет но там поскольку все отекшие еще спрей прыскаю но это долго будет в норму приходить думаю какой бассейн с аденоидом и думаю ладно давай гуляй вася без бассейна вот так что пошел он вещи для бассейна оставил сад пошел ой простите я немножечко не выспалась всего чуть-чуть вот и сегодня ему надела зимнюю куртку потому что с утра на улице был один градус и сегодня обещают аж плюс 3 вот холода к нам пришли на дома тепло хорошо у нас очень теплая квартира как видите я в чёртах хожу последний день потому что мне реально жарко хотя у нас еще окна постоянно открыто но я их сейчас поменьше открываю потому что ариша постоянно на полу на шезлонге ну либо на полу либо на шезлонге и короче больше одного окна я не открываешь из возника не было а так если все закрыто прям реально дышать нечем у нас квартирка маленькая вот так что сейчас я готовлю завтрак прикиньте в 6 проснулась и сейчас 9 сейчас буду есть я так есть хочу просто ужас артемия вот в сад отвела и арена уложила соснула сейчас на нашей кровати лежит и наверное я успею покушать он даже если не успеет и ничего страшного посажу их шезлонг рядышком она спокойная вот вчера нам только выдавала и вечером тоже ее было трудно уложить она реально перевозбуждается когда вальди шара выходной потому что у нас прям какая-то движуха дома все время шумные видимо это как-то на нее влияет и конечно но это видимо из-за зуба я не знаю вот этого того что там еще что-то лезет у нее десна и сверху там в одном месте твердое то есть зубы активно лезут в общем она вот до прошлой недели ночью просыпалась уже чаще всего всего один раз то есть она допустим в 11 где-то я ее кормила и потом она где-то в 3-4 утра просыпалась поесть и потом до 7 утра спала до 8 такие вот были перерыва с прошлой недели она ест реально каждые два часа каждые два я такая ну ок хорошо вот так что я снова немножко не выспавшаяся ну и ладно я когда пересматриваю старые влоги с Артемием я смотрю на себя думаю обалдеть у меня там такие синичары были а я даже не замечала этого реально потом у меня такой цветущий пахнущий потому что такая вся бодренькая так что да сейчас позавтракаю в тишине я пока ничего не включаю просто отдыхаю потому что Артежка то шумный но он пошел он сначала мама я не хочу в садик а потом друзей увидел и все Артемий чего он там я взял машинку а вот Олесь Васильевна ну это воспитательница сказала что мы опаздываем на физкультуру а стоит его друг у него значит палец забинтован и он Артемий смотри смотри что я сделал до выходных Артемий ему а я машинку я машинку смотри 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 что я сделал я смотрю думаю да давно не виделись друзья короче Артемий такой довольный был до физру убежал со мной даже не попрощался соскучился по всем детям но в какой-то день на этой неделе я его наверное в сад не поведу но один день пропустим потому что надо съездить в город надо в детский мир надо зимнюю обувь Артемию купить он в осенних ботинках еще нормально но если минус начнется то уже надо на зимнее переходить и шапку ему надо шапку шлем купить зимнюю чего еще ему надо перчатки зимние орешки чего-то надо было по моему я не помню что надо посмотреть слипы по моему опять нужны они у меня больше всего в ходу и еще надо обменять или шару футболку моя мама и бабушка с дедушкой подарили ему на день рождения штаны и футболку ну дорогие а не так что там футболка за 300 рублей фирменные и штаны сели в самый раз а футболка оказалась велика на размер и ее надо поменять на размер меньше надо мне в спортмастер вот ну я заодно зайду надо это сделать надо посмотреть когда куплено было там же две недели есть чтобы поменять они уже почти прошли я что-то забегалась и забыла но для шара тем более некогда ходить по магазину вот так что я на свой вкус а ему выберу все я как всегда слишком много разговариваю короче я пойду есть у меня в животе бурчит уже перебирала сейчас вещи орешины смотрела у меня как бы два ящика вот это то что она сейчас носит но и чуть-чуть на вырост есть вот в этом ящике я храню то что у нее наперёд если не получается часто использую ну и собственно я периодически сюда заглядываю перебираю практически все эти вещи и смотрю не доросла ли она до чего-нибудь так вот что с артемием что с ариной одна и та же проблема есть вещи которые мы не успеваем поносить из-за маркировок да из-за моей невнимательности вот например смотрите это размер 60 62 68 это арина носит сейчас и вот ну прям совсем впритыки смотрим вот это у нас это наверное даже нормально будет 68 74 нет вот смотрите я прикладываю один в один и что я вижу они одинаковые они просто тупо одинаковые хотя это следующий размер почему так а я это даже не доставала то есть она ну максимум я сейчас это достала уж пускай на разочек это наденет но все как бы уже в пролете дальше здесь вообще размер не стоит я почему-то это не достала и я вижу что она тоже точно такого же размера но в общем повезет моей подружке которая ждет девчонку я и складываю все вещички там уже огромный пакет и вот какая-то красота видимо вообще даже ненадеванный поедет с артемием у меня было тоже самое как и не старалась все равно что-то мы не надевали потому что я про глядела и тут короче что я тут нашла вот это по размеру я добавила вот это наперед это два слипа это слип артемий это и вообще еще больше точно будем носить и вот тут вот доложила такие песочники они тоже уже впритык скорее всего вот прикладываем и смотрим ну маленький маленький запас есть чуть чуть длиннее на сантиметр на два еще поносит наверное такой вот это мне подружка отдавала и вот такой как-то я сама не очень много вещей покупала мне очень много отдала подруга у которой девчонка есть постарше поэтому получилось куча вещей и не против потому что но я реально постоянно у меня все в стирку уходит на вот этот запасом это тоже поносим вот хорошо что перебрала вот пока не приложишь к той вещи которые носит ребенок сейчас непонятно поэтому вот когда она меня перейдет из 62 окончательно в 68 через неделю наверное я еще раз переберу вещи снова и по прикладываю друг другу и сто процентов найду что-то что носить ку-ку я так такую штуку ей чтобы она играла смотрела я все жду когда она начнет хватать игрушки она вот осознанно пока еще не берет но вот сколько недели наверное прошла как у нее ручки раскрылись до этого не все время такие кулачки были а сейчас вот она может что-то взять случайно зацепиться но пока еще вот этого хватательного осознанного нет да и нашла свою голову и теперь щупает голову тебя голова есть и на бок хорошо переворачивается на живот пока еще переворота нет нету нету не переворачиваясь я лежу и прыгаю ногами тебе мобиль запустить надоело лежать уже да ты тут полчаса лежишь наверно пока мать твоя уборку делает сейчас обратно запущу его выключила чтобы он не мешал нам с вами разговаривать в общем проверка показала что одежду докупать не нужно нужно только купить под гузеньки потому что мне осталось две такие столбочки и все гузеньки Играет музыка Играет музыка Смешит тебя мама, да? Еще сделать так? Играет музыка Ой, с камерой падает Все, не смешно тебе больше? Или смешно? В сотый раз, мам, уже не смешно. Да? Идь. Стой. Боишься щекотки? Боишься щекотки? Давай носки надень. Дай ножку. Дай ножку. Ты мама. Мама. Я мама, а ты Арина. Арина. Нравится тебе твое имя? Да? Арина. Да? Вот и переоделись. Теперь чистенькие и переодетые. Ой, здравствуйте. Это мы. Это мы тут лежим на пеленальнике. Двенадцать часов я себе обед сделала. Верношель отварила мясо со вчера осталось. Надо мне еще сегодня готовить будет. Но попозже я пока работаю. Продолжаю заниматься всякими банковскими делами. Все еще. Вот сейчас надо перерыв сделать. Кое-кто у меня уже два раза поспал. Сегодня в доме тишина. Ну, первый сон, кстати, она поспала сорок минут. Меня прям это радует. А вот второй, конечно, был коротенький на двадцать минут. Кукуся. Кукуся. Такая протертая голова. Уртемия вообще лысина была. Да, скажи, у брата была лысина. Что ты там увидела сбоку? Что ты там увидела? Ты зрителям-то привет передай. Нет, не будешь передавать. Шарик увидела. У, слюни-то сколько. Третий час. Я уже очень много всего успела. Реально закрыла какие-то рабочие хвосты, которые у меня там больше недели тянулись. Что-то где-то прибрала. Вот сейчас занимаюсь уборкой. Арина у меня поспала уже три раза. Она каждые два часа засыпает. И причем сегодня она спит немножко дольше. Не знаю. Наверное, потому что Артемия нету дома. И дома тишина. Возможно, не до этого. А может, это разовая акция. Я вообще, кстати, прочитала, что в 3-4 месяца у детей происходит регресс сна первый, потому что они перестраиваются. У них перестраиваются биоритмы и становятся похожими на биоритмы взрослых. То есть, если у младенца цикл сна 10-20 минут длится, то у взрослых он длится 40 минут. И, собственно, ребенок начинает перестраиваться на вот этот полный цикл. Поэтому может быть всякая дребедень с ночными пробуждениями. Вот то, что я говорю, то, что она стала часто очень есть. Это типично для регресса сна. И может длиться от 2 до 6 недель. Я такая, блин, ну ладно. Вот. Так что, возможно, даже не из-за зубов она так плохо спит, а просто потому, что пришло время повзрослеть. Вот. Сейчас она тут сидит. Я, в общем, пока она спит, я сижу за компьютером. Когда она просыпается, я стараюсь чего-то делать по дому. Потому что, я помню, с Артемием было так же. Сидеть нельзя. Ребенку скучно. А так она наблюдает за мной и, короче, не капризничает, не просит на ручки, а то носить долго я ее не могу. Я ее, конечно, ношу, но редко это снимаю, потому что руки заняты. Вот. А долго я носить не могу. Вы, ах. Я вчера так позавидовала Алишеру, когда он по рулу катался такой. Так и что, где должно быть больно? Я такая, в смысле, где должно быть больно? Непрерывно должно быть адски больно. Почему тебе не больно? Так что, продолжаю. Кстати, про ролл. Часто спрашивайте ролл. Я брала на Wildberries. Покупала. Такие продаются вообще везде. Я даже в каре видела, в фикс-прайсе, естественно, в спортмастере. Ну, можно найти, где угодно. Вот. И еще достаточно часто вы меня спрашиваете, где я взяла свою куртку, вот эту ярко-желтую. Я, кстати, постоянно собираю комплименты по поводу этой куртки. И от подружек, и от незнакомых людей вообще, знаете, в магазин зайду, и мне кассирша там, ой, какая у вас классная куртка. Ну, по-моему, серьезно, мне так приятно, потому что там обычно такого нету. А тут людям реально нравится, да, она яркая. Но я люблю яркие вещи, это мое. То есть, вот, ходить в чем-то там черном, вы знаете, я вообще крайне резко надеваю черный. Это не мое мне дискомфортно в этом цвете. А в ярком я чувствую себя уверенно. Всегда мое. Вот, в общем, эту куртку я брала, брала, призлали на обзор ее, плюсы блогерской работы, инстаграм, заходите, ой, простите, в запрещенную соцсеть, вот, и набираете там север, нижнее подчеркивание, ми, вот. И выйдет вам аккаунт этого бренда, и там в эти парки есть осенний, есть зимний, есть в разных цветах, не обязательно брать вот такую, как у меня, вырви глаз, там есть спокойные оттенки. Вот, короче, посмотрите, ну, по качеству она реально огонь, она действительно не промокает, мне теперь зонтик никакой не нужен, я ее обожаю. То есть, для прогулок с детьми это самое то, я надеюсь, я хотя бы лет 5 в ней отхожу, потому что это реально вещь, качественная, крутая вещь. И так вот в куртке, в коротке, это я в город выезжаю, а в парке, это вот здесь вот гулять с детьми. Так, сейчас приберусь на кухню, я заказала продукты, это сушеные яблоки, моя мама Артемия передала, он их тут грызет, поэтому они все время в свободном доступе. У нас, конечно, стол маленький, ну, как маленький, просто ноутбук тут стоит, но когда мы приедем, у меня никогда не будет стоять на столе ваза с конфетами, как у некоторых, я знаю, бывает, потому что это провоцирует подойти взять конфетку, у нас все сладости убраны вот сюда, во-первых, бедерных сам не достанет, во-вторых, закрыто. А в свободном доступе я хочу, чтобы стояла ваза с фруктами, у меня так в детстве было, я ела очень много фруктов и мало сладостей, потому что, ну, ты видишь, яблочко красивое, тебе хочется его съесть. Здесь у нас на столе места мало, поэтому стоит пастила, стоят яблоки. Когда мы переедем, ну, наверное, не посреди стола, а на кухонной поверхности, там, большая, но по сравнению с этим будет стоять какая-нибудь красивая ваза на пудке. Господи, я так жду, когда я куплю посуду новую, ну, не то, что новую посуду, а просто я мечтаю об одинаковых контейнерах для круп, я хочу, чтобы я вот так открывала, и у меня просто там были и макароны, и крупы разные, и, я не знаю, что там, специи, короче, чтобы все стояло в таких прозрачных контейнерах одинаковых, чтобы я это все видела, как-то это красиво было оформлено, и чтобы у меня столовые приборы красиво, удобно располагались. И хочу парадный сервис, скажем так, но, скорее всего, парадный сервис у меня будет какой-нибудь ретро, не знаю, может, от бабушки моей, посмотрим, ну, просто, потому что они у нас в семье есть, вот, и, как бы, может, я не буду покупать, но для гостей хочу, чтобы у меня была уже, наконец-то, нормальная посуда, потому что у нас, как бы, вот там, четыре чашки, и все. Потому что я хочу в этой квартире в новую принимать гостей, я мечтаю о том, чтобы принимать гостей, и кто-то про Новый год писал, да, ну, этот Новый год мы, естественно, там не отметим, а следующий Новый год мы точно позовем к себе в гости, это прям сто процентов, я, как я это жду, и вообще сейчас вся предвкушение, мне просто уже не имется идти все выбирать, но вот, слышите, скрип это, и накачается, вот так вот, короче, мне очень хочется все уже выбирать для новой квартиры, но вот я жду, пока дизайнер там сделает, у нас там, просто все в автокаде рисует, короче, квартиру там проектирует, что, куда, как, надо набраться терпения, подождать еще, я не знаю, неделю, максимум две, для того, чтобы потом нормально сделать, а не нестись, бегать, тяп-ляп, короче. А, и у меня, кстати, я хочу с вами посоветоваться, дизайнер предлагает делать инсталляцию в санузле, ну, то есть подвесной унитаз. Вообще, как бы, ну, я смотрела, когда подборки, у меня есть подборка на Пинтересте, я там сохраняла все, что надо, вот кто-то спросил, зачем дизайнер нужен, который со своим взглядом полезет в то, как, ну, квартиру оформлять? Не, вообще не так. Я прислала свою подборку на Пинтересте, я перечислила все, что я хочу, и дизайнер будет делать мой взгляд просто технической, правильно, с технической точки зрения, что как поставить, потому что вот это я не очень хорошо умею, вот честно, вот как там гармонично расставить мебель, то есть я понимаю, чего я хочу, картинку какую, но вот как это сделать, клево, это у меня, собственно, еще не совсем это чувство вкусов в интерьере проявилось, насмотренности не хватает, поэтому я ей доверяю. Вот, и, короче, у меня на всех этих сохраненных фотках была инсталляция, она говорит, ну, давай сделаем инсталляцию, но мне реально больше нравится, как она выглядит визуально, но, во-первых, расскажите мне, первое, у кого есть инсталляции, какие плюсы и какие минусы, ну, помимо дизайна, потому что, я так понимаю, из минусов то, что она дороже, вот, еще вроде как мы зашиваем, да, сзади, это не очень технически правильно, как-то вот там же стояки сзади проходят, представляете, короче, поделитесь опытом, у кого есть инсталляция, и как он с этой инсталляцией живется. И еще меня волнует дурацкий вопрос, что я невысокая ростом, у меня не будет такого, что я буду сидеть на метазе и ножками болтать. Ну, конечно, это все можно спросить дизайнера, но я хочу именно ваш опыт послушать, потому что, ну, когда много людей пишет, ты с разных сторон можешь, да, мнение узнать, а не только какие-то однозначные, которые есть у дизайнера. Она как бы за, а мне хочется и колется, ну, ой, там какой-то курьер едет. Алло? Это не курьер ко мне едет, это в Перекрестке, чего-то не хватает. Ну, в смысле, надо заменить товары. Так, нету кефира, предлагают заменить. Вот, кстати, как предлагают замену, когда ее нету. Вот так это выглядит. Так, ну, давайте заменим, опять же, не разница. Заменить доплаты. Все. Они звонят, если ты не видишь в домене. Так, я вообще вытирала стол и отвлеклась. Я о квартире могу говорить часами. Я знаю, сегодня разговор на влог, ну, простите меня, забери при Соне погодать. Так. Да, и ты не будешь разговаривать. Радость маленькая. Я только сейчас поняла, что, когда я снимала ее одежду, я не включила стабилизацию, и, наверное, очень трясло кадр. Извините, пожалуйста. Вот она, маленькая радость. Привет. Привет. Ну, привет. Сейчас в комнату пойдем. Ты на коврике будешь валяться, а я гладить. Хорошо? Согласна? Да, как ты радуешься-то. А покачайся. Как ты ножками дрыгаешь? Ну, как ты дрыгаешь? Дрыг-дрыг-дрыг, сделай. Дрыг-дрыг-дрыг. Давай. Дрыг? Нет. Она пока реально отвечает. Ну, вот, когда ее просишь, скажи, она отвечает, она понимает, что от нее просит. Это так прикольно. А дрыг-дрыг, скажи, я еще не поняла, что это мама просит. Ой, маме же еще мясо надо. Так, сначала мясо, а потом идем в комнату. Подождешь еще 10 минут, ладно? Покачаешься? Ой, покачаешься, выспалась, да, веселая девчонка. Смотрите, кого я забрала из садика мальчика-зайчика. Я по нему соскучилась сегодня. У него был хороший день. Да, хороший день? Да. Не уезжай от меня. Расскажи, что сегодня делали. Убирали. Вот, это мы собрали кое-что. Да, вот они убирали листья. Остановись, покажи свою травму. Это мне мальчик граблей попал, когда мы листья убирали. Да, губу. Выдали мне ребенка с разбитой губой. Я говорю, это нормально. Просто у меня дома даже на ровном месте пьются. А почему ты перепутала именно с курами и уток? Не знаю, почему я уток курами назвала. Ну, в общем, сегодня у него... Ой, кривую шапку надела. Хороший день. И я очень много успела, прям очень. Залог моего хорошего настроения – это без нервов сделать все. Я часа 4 поработала. Вот, но завтра, наверное, не поведу его в сад. Надо нам в город съездить, а в среду пойдет. Что, подтяжки поправляешь? Уже во все зимние я его одела, на самом деле. Но не жарко тебе было, да? Да. Нормально. Надо еще термобелье докупить, я думаю. А у меня, кстати, сейчас нога начала мерзнуть. Ну, потому что на велике у тебя щиколотка торчит. Ну, ты сейчас двигаться начнешь, и будет тепло. Может, ты перчатки наденешь? Нет. Нет. Все, помните. Шлем уже не надела, потому что она только на тонкую шепку налезает. Это толстая. А тоненькую я уже не буду в такую погоду надевать ему. Сейчас идем погулять. Пройтись. Зайдем заодно в перекресток, потому что продукт-то я заказала, но забыла взять томатную пасту. Смотрите, какая красота. Солнце село. Ух ты, и к нам плывут все утро. Мы думаем, что мы сейчас как-то очень круто покормим, но они ошибаются. Мы им принесли засохшие лепешки. На, держи пакет, подходи к ограде и кидаем прямо в воду. С расчетом на то, что эти лепешки в воде размокнут, и они их съедят. Все, что у нас усказалось, в три кусочка. Разгрызть это уже просто нереально. Два кусочка. Два кусочка. Все, ты все кинул? Да. А, смотри, сколько их... Все, так оживились. Ну, нет уточки, все, больше у нас нету. Красиво тут очень. Здорово. Так спокойно. Мы еще зашли в Перекресток, я взяла томатную пасту, забыла ее заказать сегодня, гигиеничку купила, а гигиеничку в аптеке взяли. А то у меня кончилось, и без нее вообще никак не могу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тут одна девочка качается в шезлонге. Я сейчас буду ужинать, потом мы будем уже все мыться, без спать укладываться. Начинаю ее. А Артемий вот начал железную дорогу вот эту, и киевскую, строить. И слушает дяди Федоров тысячный раз, да? В соседней группе точно такая же железная дорога у нас, только у нее надо пупытики вставлять. Пупытики, понятно. Такие штучки, двоечки, такие, оп, как косточки. А откуда ты знаешь, что у них такая железная дорога? А мы сегодня к ним в группу отходили играть. А у них еще суперкрутый конструктор магнитный. Прикольно. Ясно. Ну ладно. Я целый замок из него сделал. Переделываю все время. А потом его разломают. Вот такие у нас новости. Все, короче, ребята, заканчиваю я влог на сегодня. Увидимся с вами завтра.